Эрих Мария Ремарк Ноябрьский туман Перевод Елена Зись Уличные фонари, словно печальные заплаканные глаза в унылом сером тумане. Этом сером давящем тумане, этом лоне печали, траурном покрывале, которое вот уже несколько недель как опустилось на землю. Из влажного покрывала капли дождя однотонно падают в тишину. Эту гробовую тишину вокруг меня все ближе и так зловеще, что я еще глубже ухожу в себя и словно уменьшаюсь. И мне кажется, будто мое лицо потемнело и сморщилось, став похожим на коричневую маску, которая широко открытыми глазами уставилась в пустоту. Я с криком скакиваю и выбегаю из дома на луг и жду солнца, чтобы оно своими ножками и лучами взобралось на брусья тумана и спугнуло призрак. Но оно парит, как розовый парус в бледной дымке, и безысходность, словно молот по наковальне, бьет по сердцу, терзает его, шепчет и угрожает, вырывая кадр за кадром беспощадную киноленту воспоминаний из тумана былого. О, друзья мои, как опасен и сладок сильный я от этого. А ты помнишь, как горек напиток из этого, а как-то раз, когда вокруг тебя носятся старые забытые голоса и спрашивают и ласкают, ты ли это? И манят, и ласково шепчут, все было не так, и насмешничают и плачут, все прошло, прошло. Тогда во мне просыпается что-то, что я давно полагал умершим, миновавшим и прошедшим. Тогда поднимаются из глубин памяти яркие дни, которые я давно позабыл. Звучит звонкий голос, блестят золотые волосы и глаза цвета аметиста, а звуки кружат и танцуют, прелестный аромат окутывает меня. Гравий скрипит под быстрыми ножками, звенящая волна, светясь и пенись, захлестывает меня. Рассыпается брызгами красок и света, сияние, блеска, и я оборачиваюсь. О чем ты мечтаешь, глупец? Она давно умерла, и моросящий дождь сочится, наверное, сквозь зябкую землю и гниющий гроб на ее желтеющие волосы. Трясущимися руками я наливаю красное бургундское вино в бокалы. Оно словно кровь обогряет мои пальцы, а я застывшими глазами гляжу на него. Может, я должен сдвинуть бокалы за тебя и себя, а потом выкинуть их и сам броситься куда-то в эту свинцовую тишину за окнами, что протягивает ко мне паучьи лапы ужаса. Красное вино, словно огненный рубин, таинственно светится в сумерках моей комнаты. Разве она не похожа на храм, где толстые восковые свечи мерцают перед иконами? И нежные облака лада натеряются в темных готических сводах. Разве в шуме дождя не слышится нежный глубокий голос органа, а монотонно падающие на стекло капли не выводят тихие псалмы? И бокал с прозрачным вином разве не горит, словно красная лампада, перед бледным портретом на стене, как перед иконой? Так что кажется, будто метистовые глаза снова светятся. Рот произносит робкие слова, а на нежно-персиковом лбу просвечивают жилки. Че? Разве не раздался только что звук, похожий на звон серебра? Разве это был не тот самый смех, напоминавший отблеск вечернего солнца на косте роз? Но уже давно она лежит в могиле, одинокая, покинутая, мертвая. Смотрит черными пустыми глазницами перед собой. А ведь когда-то она была человеком, полным жизни и тепла, как я и ты. Как я и ты. И мы, мы все. Теперь к ней вот разлакается. Я смахиваю бокал со стола и несусь прочь. Прочь, куда? К людям, к людям, к свету, к свету. Только прочь отсюда, затравленный ноябрьским ужасом. Этой туманной могилы безысходности. Несусь туда, где свет, шум, люди. Где громко звучит музыка и раздается смех. Я пью и пью, пока хмель своими мягкими топориками Не сваливает меня с ног. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...